Следующий наш выступающий. Я приглашаю сюда Вадима Арестова, гостя из Кунгисеппа или даже, наверное, из Будапешта сейчас. Известный журналист, председатель исторического общества Ямбурка Кунгисеппа. Тема «Встречения народа Первой мировой войны». Добрый день, уважаемые норитяне, извините, я сегодня с Кунгисеппом, только из Москвы, Петербурга, еще через Кунгисепп, сразу к вам сюда. Слышно будет, если так вы говорите, да, нормально, если так вы извините, и с глобственной проблемой, и глимотизацией, наверное. Сейчас картинку тебе выдадите. Тема, честно говоря, глобальная. Оказалось, что я между делом так назвал ее, когда Таня спросила, о чем расскажете. Говорю, ну, Первой мировой войне, как бы, ну, Первой мировой. Она так назвала тему, мне прислала, и когда я стал работать, то, конечно, ужаснулся, потому что это глобально. Письмо в газету «Намский листок». Что же такое вообще получается? Белая булка пропала, французская. Ну и как жить вот теперь? Что же это такое без Белой булки-то? Знаете, зная, что было в Великой Отечественной войне, вот без Белой булки, это просто, ну, мы шутят, люди нет. Они на полном серьезе обсуждаются правильно. Как Белой булки-то опять появятся в «Намских» магазинах. При этом пишется, а черного хлеба, ну, столько, что, в общем, вот, засыпься и объешься. Голода нет. Ни в 15-м, ни в 16-м, ни в 17-м году нету голода. Пока революции не случилось. Только тогда начинается сбор. Вот молодежь проявила себя действительно очень хорошо, и очень хорошо привели себя нарвитяне и ямбурцы еще в одной кампании, антинемейске. Она началась с начала войны. С начала главы кампании положено в Петербурге переименование. Санкт-Петербург, вы знаете, Петроград. Патриотическое имя далее. И получается, кстати, абсурдно. Вот мало кто-то задумывается, понимаете. И переименовали Санкт-Петербург, Петроград, как бы по-русски звучит. И что получилось? Петроград, это вроде как город, названный в честь царя Петра. У Петра же ее основал. И многие до сих пор так думают. Что и Санкт-Петербург, это город, названный Петром в честь себя. Это абсурд. Это город Святого Петра. Петр не для себя назвал Святого Петра. Если вы как-то будете, ну, вы обязательно будете, да, или бывали, просто не обращаем внимания, я вам напомню. Чтобы зафиксировать этот момент. Когда вы входите в Петропавловскую крепость, обратите внимание на ворота. Вот вы со стороны станции Горковского туда придойдете. Обратите внимание, здесь, связанная с Санкт-Петербургом, Басунарвой. Тоже, естественно, перемывался Иван Горгиев. Иван Горгиев, Иван Горгиев, иван Горгиев, иван Горгиев, иван Горгиев, иван Горгиев, иван Горгиев. Здесь живет немецкое население. И, кстати, в Нарвегии, и в Ямбурге три немецких колонии. И местное руководство и население, например, отказываются переименовывать Йохимстан. А в газете поднимают целую, ну, как всегда, вот такие патриоты находятся, и пишут. Что же такое получается? Вы посмотрите, опять эти немецкие имена. Когда будет переименован Йохимстан? Как переименовывать? В Алексеевку. И здравые люди говорят, вообще, это не немецкое имя, а шведское. Давайте вообще закончим все эти чушьи. Надо заниматься вам снабжением продовольствия, цены регулировать, а не переименовывать никакие. Потому что всегда есть люди, которые, понимаете, вот, уходят в это, да? Так же, кстати, почему Алексеев? Не знаю. И что, там или еще, не успею мне вам сказать. И очень в этом смысле, понимаете, вот, проявили характер. Например, Янбургское земское управо категорически отказалось переименовывать город. А из Петрограда уже комиссия была создана, которая всем городам, где немецкие названия, предлагала свои. Например, Кронштадт, это уже был Андрей, там несколько слов названия. Янбург, это, конечно, должен быть в лучшем случае Янград. А то Ямы, как, в общем, в Средневековье, назвали, категорически отказались, причем прозвучало так, на собрании, и все проголосовали. А Янбург, это имя, данное нашему городу Петрону Великим. И негоже имя, ничем не запятнанное, изменять городу, оставляли. И в нас ничего не сделали. В нами то же самое ценовая название. И очень, конечно, знаете, приятно тоже порадоваться за Янбургский уезд, наши с вами города, не пошли на поводу в притеснении немцев. Например, был сверху спущен указ, запретить немецкий язык. Ну как так, запретить немецкий язык или немецкой колонии, это похоже, Янбург. И местные власти не пошли на это. Только были объявления. Просьба, не запретить, просьба, не употреблять немецкий язык в личных учреждениях. Ну понятно, что все это обходило, сверхраздневаться. Следующее, да, арестуемся, 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 только буквально несколько человек подверглись. Это были иностранные граждане, австрийцы и немцы. И они были высланы пределы туда, за 100 километров, знаете, на 101 километр тогда уже все это было. Интересно, что, пожалуйста, переключите, я что-то забываю, по презентации условия. Ну вот такой, сделать с рисунком, это можете прочитать. Начались занятия, это опять же о молодежи. В 16-м году начались занятия по военной подготовке школьников. Впервые поедем приноровье в наших с вами города. Молодежь просто с удовольствием подела на эти занятия. В мае 16-го года здесь, в Нарвине, слонная рота из учеников Янбурга и Нарвы участвовала вместе с гарнизоном в параде, был большой парад. Потом они сдали экзамены и получили удостоверение, что они прошли курс очень молодого бойца и могут быть призваны вооруженные силы. У молодежи пользовался большой учебный пляж. В то время как уже более старшие начинали к войне относиться так, отмыли и так далее. Еще, пожалуйста, дальше. Беженцы. Нарва оказалась городом номер один, в котором больше всего беженство Петроградской губернии здесь осело. Это были жители Прибалтики, Польши. Вот порядка 2900 человек. Первые места в Атуши. Близко поляки и русские. Потом, кстати, сказалось в это время революции, многие из них приняли активную участие, так обижены. По немецкой компании я вам говорила. Ну, наши русские уже немцы. И причем наши немцы себя проявили большими патриотами в Первой войне. Кстати, как и эстонцы. Вот я хочу сказать, что зачастую же мы особымили в ней историю. Вот как бы как сегодняшняя ситуация. И мы начинаем ее переносить на 100 лет назад. Вот это принципиальная ошибка. Эстонцы вообще категорически были даже после прихода к власти большевиков, которые заявили о выходе России из войны, за продолжение войны до победного конца. Эстонцы, понимаете? Они категорически не хотели, чтобы была распущена армия и чтобы был подписан с немцами мир. Но враги немцы были иногда для эстонцев. 700 лет они тут. Главные держатели земли, понимаете? Мечта эстонских крестьян. И в этом смысле они выступили большими зачастую патриотами, чем некоторые русские. Простите, я могу сказать. Павел Стадачин. Да, здесь открывали в этих храмах. И вот эти имена Борис Рунтров, Роберт Линтров, Герман Сунг. Первые офицеры, известные здесь, в широкой публике. Кого провожали, хоронили. Весь город выходил. Это была огромная демонстрация. Это с оркестром, с военным. Команда из... Плюс еще броня. На фронт не берут. И дополнительный паёк. Вот что нашла стройка военная в это время. Другое строительство. Это... Ну, здесь один из боёк, где вырвали наши палаты. Это строительство железной дороги. Нарва, Гдов, Скол. Самое большое строительство, самое быстрое строительство в время Первой мировой войны. Здесь было. Железную дорогу, вы представляете, в 200 верст достроили за практически 100 дней. Еще 100 дней доделали. В день строили две версты. Без экскаваторов, без тракторов и так далее, грузовиков. Почти две версты. При этом зима 16-го года оказалась страшно лютой, холодной. И неизирая на этого люди смогли построить. 1600 подвод и 6000 человек. И построена была железная дорога. Это была аракатная железная дорога, военная. Потому что немцы в это время подошли и уже здесь, знаете, Ригу взяли. А фронт приблизился северной сюда. И она была построена, получается, шла вдоль Наровы, Чудского озера и на Псков туда. Псков это была ставка Северного фронта. Революция уже запрещена. Это совершенно, конечно, отдельная тема. Как была воспринята революция. Понятно, что свержение самодержавия было воспринято, с одной стороны, вот властно мешало, а теперь она будет и свобода. Но свобода была воспринята странно. Знаете, большинство похожих населений, но в доброй половине. К тылу. И у запасных полков, которые здесь, тылу, были, это ассоциировалось с тем, что мне надо теперь ни работать, ни воевать. Вот вроде кто-то должен это сделать. И не фронт в конечном итоге сделал революцию, как обычный писатель. Совсем не так. Фронт из 15 армий, когда большевики уже захватили власть в Траграде, из 15 армий, находившихся на фронте, 13, это я проследил, специально подробно, категорически высказались против окончания войны. Что мы зря в окопус сидели. Довести войну до конца. Поэтому армию распустили. За окончание войны ратовали тыловики. В том числе ваш полк здесь, где у нас, находившийся, и наш в Ямбургской. Довести, в тылу. Начинается тогда с того гарнизона. Ну что уходить-то? Вы представляете, что такое то вот время? Нарва, когда глухомань вокруг. А в Нарве в это время, просто водопровод тут, да? Электрическое освещение в части есть. Кинотеатры, рестораны, цирк. Постоянно гастролируют артисты. Петербург. Знаете, то есть, ну, какой фронт? Зачем? Если можно отсидеться. И вот это стало набирать, вообще, заметно, здесь же в Нарве, стало набирать такую тенденцию сильного уклонения. И в то же время, в 1917 году, знаете, разделение произошло. И нашла часть людей, которая стала ступать с такими называемыми батальонами смерти, причем смерти они для себя. Лучше погибнуть, но не обещать свою страну. Нельзя подписывать мир с немцами, еще немножко мы победим. И отсюда отправлялся, например, летом, в июле месяце батальон смерти из Нарвы. Правда, записалось 600 человек, пришли когда провожать, оказалось, пригрузились только 100. Ну вот, пошел такой процесс. В конечном итоге, армия распущена. Это вот фронтовики, которые говорят навести больного до конца. Пожалуйста, еще дальше. Батальоны, вот эти батальоны смерти. Еще дальше. Разгром винного склада. Замечательная картина, кстати, Владимирова. Советский художник, 18-го года картина. Рисовал, вот как видел. Понимаете, вот она реально. То, что потом, как бы, по революции все это было списано. Нарвский листок. В этом итоге, в ноябре, 18-го года, наступление от Нарвы. Первое наступление отбивается. Немцы не воспринимают наступающую Красную Армию, как своих братьев. Открывают огонь. В ответ разбрасывается листовка. Что если вы не пустите нас в Нарву, то Нарвская буржуазия за это поплатится. Мы, если вы взорвете мосты, там прям текст так звучит. Если будут взорваны Нарвские мосты, мы засыпем телами Нарвской буржуазии и реку Нарву. Кстати, после прихода действительно первый террор был. 28-го числа в Нарву взлетая немцы уходят. Часть погибших, когда-то с Нарвейцей похоронили здесь. И понимаете, что интересно, если анализируешь столь войны. Получается, что здесь у вас в Нарве, под Нарвой, были последние бои между русскими и немцами и Первой мировой войны. Ведь у нас все закрывает революция. И вроде как, вот революция, революция. Но Первая мировая война еще была. И вот это последние бои. Но одновременно, хочу вам сказать, это были первые бои новой войны. Это были бои за мировую революцию. Потому что Красная армия шла под этим угостом. Наступление на Берлин, освобождение трудящихся всей этой территории. В то время тогда в это верили. Это стояло на повестке дня. Оказалось, что это будет легко. Но не смогли даже пройти Эстонию. Потом разгорается Советско-Эстонская война и Гражданская война. Ну, это уже другая страница истории. Спасибо. Назовите, пожалуйста. Больше половины книги, там 380 страниц, посвящено именно Нарвину. Про Нарвину и про все. Она сейчас есть в библиотеке, я ее даю. Так что, пожалуйста. Вадим, спасибо большое. Спасибо вам. Почему я столько много времени Вадиму выдала, да? А, извините, у тебя. Дело в том, что у нас в программе произошли небольшие изменения. Инициатор вот этих краеведческих встреч, Юрий Павлович Майцев, он, к сожалению, не смог приехать сегодня из Сталина. С ним случилась не очень приятная история. Он упал, сломал луку. Поэтому у нас немножко изменения произошли. Продолжение следует... Продолжение следует...